друзья привет сегодня у нас урок по нарезным конфетам которые очень долго откладывала мне хотелось непременно использовать для этого видео профессиональный инструмент для нарезки ганаша гитару до момента создания канала у меня уже не было своей гитары и в конце концов я вообще решила не делать этот урок недавно поняла что если у вас есть своя гитара для нарезки вам конечно же уже давным давно не нужны мои уроки потому что в основном аудитория это как раз начинающие я решила все-таки снять этот урок мы сейчас с вами со многими наверное находимся в похожей ситуации я уже давно не занимаюсь профессиональной шоколадами у меня остался прям самый минимум инструментов поэтому я покажу как сделать нарезные конфеты в практически спартанских условиях и на что нужно и важно обращать внимание а дальше как обычно до совершенства вы будете доводить эти конфеты уже самостоятельно скажу пару слов про гитару и еще называют струнным резаком сейчас уже огромное количество предложений на рынке есть гитары обычного стандартного профессионального размера есть мини формат и есть самодельные в общем всякие практически на любой кошелек ими действительно очень удобно нарезать ганаш мармелад бисквит маршмеллоу если у вас есть небольшое производство это в принципе достаточно дорогое удовольствие но очень экономит время и нервы так что возможно на будущее стоит рассмотреть такую покупку самое важное в нарезанных конфетах это качество ганаша чтобы он был достаточно твердый чтобы удобно нарезаться и при этом достаточно мягкий чтобы его приятно было кусать и есть поэтому очень важно пользоваться проверенными соотношениями где выдержан правильный состав твердого вещества жидкости и жира что в итоге обеспечит хороший результат я очень советую вам находить рецепты их сейчас много на сайтах производителей шоколада пюре и кондитерских ингредиентов на сайтах кондитерских школ и у профессиональных кондитеров выписывайте запоминайте соотношение и потом творите и видоизменяйте то что можно изменить например специи добавки или пюре я буду делать конфеты на молочном шоколаде с карамелизованной корицей здесь достаточно много ингредиентов но как обычно я призываю вас запомнить базовые принципы и пропорции и далее экспериментировать прошлом уроке мы приготовили royal tin тонкую хрустящую вафлю и пролины вы также можете купить оба эти ингредиента и они оба используются в этом рецепте у меня здесь подготовлены молочный шоколад его 330 граммов сливки 35 процентов с тремалином а сливок 230 граммов а тремалина 12 граммов также у меня заготовлен сахар для сухой карамели его 50 граммов какао-масло его 70 граммов мы его растопим и охладим примерно до 20-25 градусов как обычно не перегреваем и корица ее понадобится примерно 8 граммов я буду использовать для этой начинки рамку 20 сантиметров это единственная рамка который у меня есть сейчас про рамки и как рассчитать начинки я еще позже скажу я приступаю к приготовлению ганаша ставлю на очень маленький огонь сливки с тремалином к моменту заваривания карамели они должны быть очень горячими почти кипящими параллельно я готовлю сухую карамель беру кастрюлю с толстым дном ставлю ее на маленький огонь и постепенно порциями засыпаю наш приготовленный сахар даже 50 граммов я разбиваю на порции чтобы карамель готовилась равномерно если всыпать все сразу то могут быть комки и нижний слой начнет гореть раньше чем верхний поэтому лучше двигайтесь постепенно чуть медленнее но вернее я засыпаю несколько порций весь сахар новый добавляю когда видны и подтаявшие участки вы тоже можете их видеть карамель как вы знаете лучше не мешать можно только покачивать сотейник из стороны в сторону помогая плавлению но не переусердствуйте иначе по краям тоже начнет нарастать сахарная шуба в какой-то момент карамель уже готовится сама я поднимаю сотейник от огня чтобы не перегревать и когда она уже янтарного цвета можно засыпать нашу корицу корицу я замешиваю с помощью железной спатулы тут конечно нельзя использовать пластик или силикон они сгорят температура очень высокая и нам нужно чтобы вся корица растворилась в карамели полностью чтобы не было сухих участков следите чтобы она не сгорела потому что цвет тут уже может вводить в заблуждение далее я добавляю наши очень горячие сливки вся масса резко идет вверх поэтому сотейник лучше брать высокий активно размешайте сливки с карамелью и верните их секунд на 30 на маленький огонь помешивая и не пугайтесь что там могут быть кусочки карамели далее снимите с огня наши карамельные сливки остудите их до 85 градусов и обязательно через сито влейте в шоколад он у меня в высоком стакане так удобнее работать с погружным блендером здесь нам нужна идеальная эмульсия поэтому дайте шоколаду несколько секунд под раствориться и погружайте блендер качественная эмульсия сделает ганаш гомогенным он не будет крошиться и ломаться при резке его приятно будет есть когда базовая шоколадная эмульсия уже гладкая и блестящая можно добавлять остальные ингредиенты какао-масло пролине и в самом конце роялтин кстати роялтин вы можете сразу смешать с какао маслом и добавить их одновременно у меня очень сильный мощный профессиональный блендер он возьмет такую тугую массу вы же смотрите по своим обстоятельствам возможно вам роялтин надо будет мешать лопаткой в самом конце когда ганаш готов я выливаю его в свою рамку на силиконовый коврик напомню что у меня рамка обычная тортовая 20 сантиметровая и этот рецепт в принципе подходит для такого размера хочу сказать пару слов про рамки конечно профессионалы используют специальные рамки для нарезанных конфет стандартные они имеют размер 40 на 40 сантиметров и у них очень маленькая высота 1 полтора или два сантиметра то есть когда вы выливаете ганаш по рецепту рассчитанному на такую рамку он до краев ее наполняет после застывания такой ганаш вырезают из рамки и кладут на гитару которая чаще всего тоже как раз рассчитана на размер 40 на 40 а хотя бывают мини гитары по 20 сантиметров главное отличие этих рамок для нарезанных конфет они кстати бывают сборные не обязательно только железные это низкие бортики из которых действительно очень удобно вырезать ганаш у нас нет такой роскоши я буду вырезать ганаш из обычной рамки нарезать его потом вручную в любой рамке при выливании ганаша обязательно обращайте внимание на углы скорее всего ганаш вы выльете горкой и на углы его надо будет распределить специально затем прижимая к противню рамку немного потрясите его из стороны в стороны чтобы распределить еще более равномерно несколько раз стукните об стол чтобы избавиться от пузырьков потому что они от блендера будут обязательно эти пузырьки проколите зубочисткой после чего накройте рамку пленкой и оставьте застывать в нашей обычной привычной рабочей температуре 17 18 градусов ну или в диапазоне от 15 до 19 эта начинка рассчитана именно на такие условия при температуре выше 20 градусов помещения она может не застыть холодильнике она застынет быстрее но при этом при обливании у вас может поплыть темперирование есть все отклонения температуры всегда на ваш страх и риск постарайтесь найти место где она идеальная чтобы результат тоже был идеальным я оставляю наш ганаш застывать на сутки наш ганаш застыл он очень плотный но при этом не дубовые его будет легко и удобно нарезать я хочу убрать силиконовый коврик снизу и переложить ганаш для нарезки на лист пергамента чтобы не испортить коврик после чего можно приступать к нарезке острым коротким ножом прижимая лезвие к бортику я вырезаю ганаш из формы у меня есть специальная проспиртованная линейка и с ее помощью я сделаю разметку для последующей нарезки тут возможны варианты если вы хотите то вы можете отрезать ганаш сразу но мне удобнее работать с разметкой обратите внимание моя линейка довольно широкое мои квадратные конфеты получится крупнее стандартного размера вы можете их нарезать как хотите небольшими квадратами прямоугольниками даже треугольниками ну или например вырезать вырубкой даже круглую форму при этом правда будет большой расход ганаша в отходах но его потом можно подогреть до 28 градусов наполнить корпусные конфеты я нарезаю ганаш сначала на большие полоски специальным очень острым шефским ножом им очень удобно работать и если ваш ганаш немного липнет или нож не идеальной чистоты после разреза то обязательно аккуратно вытирайте его салфеткой после каждой полосы когда весь ганаш разрезан на крупные полосы то нарезать его уже на отдельной конфетке можно коротким маленьким ножом это удобно и быстро пока делаю нарезку хочу еще пару слов сказать про многослойные нарезные конфеты вы конечно же можете делать несколько слоев разного ганаша или смешивать ганаш и мармелад не забывайте только дать первому нижнему слою под застыть прежде чем выливать следующий слой если вы делаете конфеты из ганаша и мармелада то обычно ганаш это нижний слой а мармелад верхний вот что у меня получилось конечно же они не идеально ровные но я не буду комплексовать по этому поводу буду и глазировать кстати если по факту нарезки вы видите что у вас некоторые конфетки отличаются высотой то сравнять их можно будет либо декором случае если вы используете в качестве декора какую-то посыпку либо просто в коробку или на стол нужно будет подобрать конфетки 1 высоты с практикой все будет получаться лучше и лучше приступаем глазированию я покажу буквально несколько штук с разным подручным декором пожалуйста насчет декора смело фантазируйте просто вот конкретно у меня в данный момент доступно всего несколько вариантов эти варианты такие у меня есть два вида кондурина у меня есть роялтин в достаточно крупных кусочках у меня есть какао-бобы просто как пример более мелкого декора хотя они нам по смыслу сюда не подходит плюс также у меня есть два варианта пленки 1 пленка текстурная надо сверху такой ребристый узор а вторая пленка вот единственная расцветка который у меня есть это вот такой вот леопард для молочного шоколада наверное он будет смотреться не очень контрастно но я все равно сделаю пару примеров чтобы показать вам как это выглядит и к вам знаком такой вид декорирования это просто пленка на которую нанесено какао-масло конечно рисунков может быть великое множество у меня на кухне температура в районе 18-19 градусов то есть застынет естественных условиях и довольно быстро я подготовила молочный темперированный шоколад если у вас есть вопросы по темперированию то пожалуйста пересмотрите первые и вторые уроки моего курса и комментарии к ним потому что там много полезного для глазирования конфеток такой формула лучше всего подойдут обычные вилочки для глазировки с тремя зубцами также для глазирования нам понадобится короткий острый чистый нож старайтесь работать быстро даже из такой порции ганаша получается довольно много конфет и конечно не допускайте сильного остывания шоколада напомню что рабочая температура молочного шоколада это 30 градусов я окунаю конфетку в шоколад на вилочке и очень хорошо стряхиваю излишки шоколад не должен застыть подтеками по бокам у нарезной конфеты но и в целом нарезных конфет довольно тонкая оболочка аккуратно с помощью ножика переместите конфетку на лист у меня для камеры тут все очень скучно но по факту вы конечно должны работать так чтобы было достаточно места и не переживайте если не получилось сразу идеально чисто переложить конфету с ножа лишние подтеки или так называемые ноги вы потом сможете аккуратно отрезать ножом дайте конфетки полминуты под застыть прежде чем украсить декором если используете текстурную или узорчатую пленку обязательно смотрите какой стороны кладете в случае узорной пленки кладите стороной на которой напечатано какао-масло положив пленку слегка ее прижмите к поверхности но не переусердствуйте чтобы не смазать шоколад я очень не советую вам в качестве декора использовать чистые специи то есть вот если у вас напрашивается что конфету с карамелизованной корицей можно сверху посыпать чистой корицей скорее всего это не очень удачный вариант и я вам предлагаю от него отказаться потому что вкус чистой корицы на шоколаде когда он застынет будет очень резкий в качестве посыпного декора я рекомендую либо использовать какой-то крупный подходящий по смыслу декор но в данном случае это royal team его лучше поочередно брать пинцетом либо какую-то более мелкую посыпку ее можно насыпать в центр или на край конфеты прямо рукой такой мелкий декор удобно использовать если на конфете также есть маленький дефект какой-нибудь не лопнувший пузырек или некоторая неровность тогда декор ее закроет другой вариант если у вас под рукой нет вообще ничего тогда прямо вилочкой для глазировки можно сделать на конфетке такую как бы объемную волну вы набираете шоколад вилкой сразу не давая ему под застыть и формируете вот такое вот некое ребро в итоге вот что у меня получилось они очень далеки от идеала и конечно видно что нарезаны вручную но все равно как мне кажется выглядит хорошо и очаровательно а главное очень вкусный вот как выглядит эта конфета в разрезе начинки там довольно много и как вы видите корпус достаточно тонок друзья как обычно желаю вам успехов и ярких творческих экспериментов до новых встреч а